И до того, как поделиться презентацией небольшой, каковы наши цели организации этого мероприятия? Во-первых, с учетом того, что у нас предстоит начало обучения 2 апреля, курс «Когнитивно-поведенческий подход в коучинге», то мы хотим пригласить на этот курс и помочь принять решение о том, идти на этот курс или нет. Это первоочередная наша задача. Если есть у вас какие-то сомнения, вопросы, сложность принятия решения, то постараемся вам помочь с этим выбором. Мы понимаем, что направление достаточно новое, что на данный момент выбор достаточно ограниченный с точки зрения обучения когнитивно-поведенческого коучинга, но он есть. У каждого варианта обучения, у каждого варианта методологии есть свои особенности. Мы не будем говорить с позиции, что лучше, что хуже. Это просто особенности. И, соответственно, вам, чтобы получить то, что вы хотите, важно выяснить, есть ли это в методологии, есть ли это в обучении. Поэтому мы будем, прежде всего, говорить, конечно же, о нашей методологии, о нашем обучении. Вторая наша цель – это дать свое видение общее о том, что из себя представляет коучинг в целом и когнитивно-поведенческий коучинг в частности. Поделиться этим видением. Это важно, потому что это ключевой момент методологии. И, соответственно, отличие этой методологии от каких-либо других методологий. Также дать свое видение о разграничении таких близких видов деятельности, помогающих, как коучинг и терапия. Когнитивно-поведенческий коучинг и когнитивно-поведенческая терапия. И также еще пояснить, что заложено вообще в принципе, что значит методология. Это не просто набор техник. Это не сочетание терапии с коучингом. Такой, как интегративный подход. Просто взяли и одно, и второе. И используем техники из одного, техники из второго. И считаем, что это, соответственно, какой-то образует новый вид деятельности. С нашей точки зрения методология – это нечто системное. Это когда сумма частей дает нечто большее, то есть целое из этой суммы дает нечто большее, чем эти составляющие по отдельности. И вот это нечто большее, оно возникает благодаря системности. Поэтому это очень важно. А если и системность, то должны быть какие-то системообразующие принципы, какой-то стержень объединяющий. И вот как раз об этом стержне, об этом принципе мы расскажем в виде презентации на нескольких слайдов. И в этом, собственно, самое большое отличие будет от других, возможно, каких-то методологий, систем. Вот, собственно, наши основные цели. Цели, значит, рассказать про обучение, ответить на все ваши вопросы, рассказать о методологии, о нашем видении, что такое коучинг, что такое когнитивно-поведенческий коучинг, как отличается, чем отличается от терапии, и что объединяет и то, и другое, два этих вида деятельности, в некую методологию, обладающую системностью, целостностью, а значит, дающая клиентам нечто большее, чем просто сочетание одного и другого. Так, еще в качестве таких вопросов важных мы в Телеграме написали вопрос того, можно ли считать человека, который, специалист, который знает когнитивно-поведенческую терапию, имеет психологическое образование и имеет одновременно коучинговое образование. Не связано ни с психологией, ни с когнитивно-поведенческим подходом. И вот если есть такое вот образование в одном, образование в другом, возможно, даже опыт работы в одном и в другом, может ли такой человек сказать, что я квалифицированный когнитивно-поведенческий коуч? Тут слово квалифицированный, конечно, имеет какое-то дополнительное значение, но, можно сказать, в целом, может ли он себя позиционировать как когнитивно-поведенческий коуч, который не прошел обучение согласно какой-то вот этой целостной методологии, а вот знают и ту, и другую модальность и, соответственно, пытаются сочетать это в том или ином виде. Попробуем вместе ответить на этот вопрос. Дальше. Парадокс обучения коучингу в данный момент, когда в школах коучинговых, в институтах даже коучинговых не могут ответить на вопрос, а что лежит в основе, в содержательной основе обучения коучингу. То есть какое содержание, на каких подходах базируется их коучинговая методология? Обычно можно сказать, что это какой-то психологический подход, может быть, даже не психологический, а какой-либо другой подход, но все-таки на чем это базируется, содержательная сторона? Такой ответ несложно получить. Как правило, ответ идет, это интегративный подход. Хорошо, это интегративный подход, но что в нем интегрируется? Какие основные все-таки? Или это настолько он интегративен, что он рассыпается просто на сотню техник, которые в любом порядке можно применять, ну или согласно какой-то структуре. Но опять же, как только структура системы применения техник появляется, то тогда это уже зарождается некой методологией. И тогда эта методология должна иметь авторство и, соответственно, называться даже, возможно, как-то. И эта методология как-то все-таки должна описываться где-то либо в статье, либо в книге, либо еще каким-то образом представляться людям, чтобы они поняли вообще, что это такое. И не только людям, но и, конечно же, клиентам, чтобы сделать выбор, чтобы понять, что будет в виде этой услуги, правильнее познакомиться с тем, на чем эта услуга базируется. Вот. Но, к сожалению, такой ответ получается, вернее, не получается получить во многих случаях. Для того, чтобы проверить это, да, вот на своем личном опыте, достаточно позвонить в школу и спросить, на каких подходах базируется ваше обучение. При ответе, что это нечто интегративное, тогда хорошо, какие там три базовых элемента вот этой интеграции, что там интегрируется. И, ну, послушать ответ. Итак, методология когнитивно-поведенческого коучинга ориентирована на цели. КПКЦ сокращенно. И обучение. Представимся. Меня зовут Василевский Андрей Сергеевич. Я психолог-консультант, коуч в когнитивно-поведенческом подходе. У меня высшее педагогическое образование. Наверное, это тоже важно, потому что, если говорить об обучении, то, ну, педагогический опыт и образование, конечно, имеют значение, так сказать. Мы выстраиваем это обучение согласно самым современным подходам в обучении на данный момент. Для нас важно, ну, как бы хорошее качество, да, этого образования. Даже в очень сжатых форматах, каким является вот на данный момент курс, который мы позиционируем скорее как интенсив. А также у меня опыт в бизнесе. Это тоже имеет значение, да, то есть 15-летний опыт работы в крупной компании, в отделе исследований и разработок. Коучинг, конечно же, очень близок к бизнесу. Опять же, поскольку это практика с нашей точки зрения цели полагания и цели достижения, то, конечно же, там, где бизнес, там всегда есть эти процессы, и они ключевые. Процессы цели полагания и цели достижения. Поэтому коучинг, конечно же, начал свое развитие со спорта. Как мы помним, спорт — это то, где цель прям имеет, ну, первостепенное значение, но очень быстро перешел в бизнес, где цель тоже имеет очень большое значение цели полагания и цели достижения. Поэтому этот опыт, конечно же, тоже помогает в том, как выстраивать и методологию, и обучение коучингу. Ксения. Да, коллеги, добрый вечер еще раз. Меня зовут Попова Ксения, я бизнес-психолог, я тренер-методолог, я с 2012 года провожу тренинги. Изначально это были тренинги по продажам, затем тренинги по развитию управленческих навыков, корпоративная культура. И вот сейчас это тренинги метанавыков и развитие навыков саморегуляции. Я коуч в когнитивно-поведенческом подходе, но на самом деле у меня несколько школ за плечами. С 2014 года я провожу коучинг для руководителей, это такие компании, как Тандер, сеть Магнит, где я имела удовольствие выстраивать систему обучения для руководителей. Это компания НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат, где я работала также как тренер тренеров уже и коуч при очень большом и интересном проекте перестройки системы производственной эффективности, операционной эффективности. Ну и вот на сегодняшний день мы вместе с Андреем являемся также преподавателями базового курса по когнитивно-поведенческому коучингу в ассоциации. Это если коротко о себе. Да, спасибо, Ксения. Я, рассказывая про свою предысторию, не сказал, кем я сейчас на данный момент являюсь. Я также коуч в когнитивно-поведенческом подходе и психолог-консультант в когнитивно-поведенческом подходе, естественно, на основании обучения, переподготовки и магистратуры в бизнес, в направлении бизнес-психологии. Специализация у меня в когнитивно-поведенческом подходе, естественно. Определение. Определение краткое. Это вид профессиональной деятельности по сопровождению человека в определении достижения своих целей с использованием знаний о мышлении и поведении. Собственно, очень лаконично, но основные мысли это определение с моей точки зрения передает. Это то, что сопровождение характеризует то, что происходит, какой процесс происходит внутри процесса коучинга. Что это именно сопровождение, что это не введение куда-то, не консультирование, не передача какой-то экспертизы, а именно сопровождение. Это определение и достижение своих целей. И вот это вот ключевой момент. Это ключевой дифференцирующий момент данного вида деятельности по сравнению с любыми другими видами помогающих деятельностей. Вот ориентация на цель, на то, чтобы человек поставил свои цели, именно свои цели, и чтобы он смог их достигнуть, позволяет понять вообще, что сейчас происходит, коучинг или что-то другое. Потому что во всех остальных вот этих видах деятельности близких, ну, например, наставничество, менторинг, тренинг, терапия, консультирование, в том числе экспертное консультирование, не только психологическое, но и любой другой вид консультирования, у них несколько другие цели. В терапии цель терапевтическая. То есть вылечить, уменьшить какую-то дисфункцию или помочь преодолеть дисфункцию психологического характера. В тренинге это цель обучить, сформировать навыки. В менторинге это передать свой опыт в каком-либо виде деятельности. Наставничество также, да, передать этот опыт, но уже скорее более широкого плана, о том, как реализовывать себя в том или ином виде деятельности, более эффективно, продуктивно. Как видите, во всех этих видах деятельности свои цели. Но только у коучинга, получается, звучит это парадоксально. Цель поставить цели. И, конечно же, в любом виде деятельности есть процессы цели полагания и цели достижения. Но они являются частью. Они являются частью того, чтобы должна была быть достигнута более важная какая-то цель. Терапевтическая цель. Цель передачи знаний и навыков. Цель передачи опыта. Вот цели полагания и цели определения там играет такую вот подчиненную роль. В случае коучинга, вот цели полагания и цели достижения играет ключевую роль, основную роль. И зачем нужен коучинг? Коучинг нужен, потому что у людей есть потребность, неудовлетворенная потребность, когда они не знают, чего хотят. Они чего-то хотят, но не могут сформулировать цели, поставить цели, чтобы удовлетворить это свое желание, мечту. Они даже могут поставить какую-то цель, но не могут ее достигнуть, потому что не выстраивается процесс цели достижения. И здесь даже не важно, какая это цель. Важно, чтобы эта цель обладала определенными характеристиками. И понятно, что цель – это слово, скорее, метафора, потому что изначально это то, что называется мишень, с этим четко видимым яблочком посередине, куда очень хочется попасть. И поэтому это что-то очень определенное. Это что-то, что можно увидеть, зафиксировать, что не меняется постоянно, а все-таки находится в каком-то статическом положении зафиксированном. Это то, что можно четко описать, охарактеризовать, задать координаты. Вот как раз в этом и заключается сложность, что человеку сложно понять, во-первых, свою цель, зафиксировать ее, обозначить ее, и дальше найти способы, найти решения, как в эту цель попасть, этой цели достигнуть. И неважно, какая это цель. То есть вот за этой мишенью может скрываться все, что угодно. Важно только, чтобы это можно было бы четко охарактеризовать, зафиксировать, понять в виде модели. Вы знаете, там, смарт, например. И второе самое важное, чтобы это была своя цель, чтобы она находилась именно в том направлении, в котором хочется двигаться. Поэтому вот слово «своя» тоже очень важно, потому что можно напридумывать много разнообразных целей в самых разных образцах жизни, но если это будет уводить от направления важного для человека, от его ценности, от его смыслов, то тогда нет смысла вот эти цели достигать. То есть, как говорится, важно подниматься по лестнице, которая приставлена к правильной стене. И, конечно же, окончание этого определения с использованием знания мышления также отделяет этот вид деятельности от прочих, потому что есть такие виды деятельности, например, фасилитация. Что в фасилитации происходит? Конечно же, тоже процессы цели полагания, цели достижения являются очень важными аспектами, занимающие большую часть этого фасилитационного процесса. Но в какой степени там используются именно знания о мышлении, о поведении? В какой-то степени используются. Но вот в коучинге эти знания, они используются очень интенсивно, потому что, по сути, вот этот процесс цели полагания, цели достижения и не выстраивается, потому что не позволяет это сделать мышление и поведение человека. То есть для того, чтобы осуществить цели полагания, цели достижения, должны быть какие-то изменения произойти в мышлении и поведении человека. Это взаимосвязанные вещи. Ставим цель, значит, автоматически меняется что-то в мышлении. Достигаем цель, значит, автоматически что-то меняется в поведении. И поэтому для коуча очень важна эта часть, вторая часть, обратная сторона медали. Понимать, как происходит мышление человека, при этом мышление функциональное, мышление продуктивное, потому что только тогда можно говорить о достижении цели. И как выстраивается человеческое поведение. И есть, это, конечно, очень индивидуальные вещи, но есть законы уже, да, есть какие-то принципы мышления и поведения, которые мы знаем из научной психологии, а также знаем из практических направлений психологии, то есть, например, терапии, консультирования, эвристики. Вот эти знания, как происходит мышление и поведение, конечно же, стоит использовать. Нет никакого смысла игнорировать то, что стало известно благодаря научной психологии и видам практической психологии, то есть терапии. Если мы говорим про когнитивно-поведенческий коучинг, то можно добавить еще продолжение с использованием знаний о мышлении и поведении с опорой на когнитивную модель. Потому что любая школа когнитивно-поведенческого подхода, первая волна, третья волна КПТ, вторая, когнитивная терапия БЭКа, РЭПТ, АКТ и все остальное, их объединяет одно — это обращение к когнитивной модели, что поведение, эмоции человека и мысли — это взаимосвязанные вещи. Производя изменения в какой-то из одной этих частей в этом триумвирате, неизбежно происходят изменения в других частях. Вот это основная вещь, которая объединяет все школы, все направления когнитивно-поведенческого подхода и, соответственно, объединяет когнитивно-поведенческий коучинг. Все методологии, все подходы, которые называют когнитивно-поведенческий коучинг, они, по сути, оперируют вот этой когнитивной модели с использованием тех или иных уже конкретных процедур, способов, техник и прочего. Вот такое простое объяснение. Мне кажется, что важно, чтобы определение было очень простым, чтобы определение не было, ну вот как по принципу масло — это масляное, и часто вот это создает определение, когда какое-то понятие или что-то определяется еще более размытыми понятиями. Создается ощущение, что вроде оно есть, это определение, но на самом деле создается еще большее количество вопросов, когда что-то конкретное объясняется чем-то менее конкретным. Вот. И, конечно, умение объяснить клиентам вот так вот кратко, так сказать, в течение 20-30 секунд дать определение коучингу — это очень важно. Если мы не можем четко и кратко, да, в ограниченное количество времени достаточно просто объяснить, что такое коучинг себе и клиентам, то, значит, мы, наверное, сами пока не очень хорошо в этом разобрались. Отличие от терапии, будем говорить, оно очень простое. Мы не хотим следовать вот такому взгляду, который слышим часто от других когнитивно-поведенческих коучей, что границ нет. Вот границ между терапией и коучингом нет. Ну, вообще нет, да, то есть что одно, что другое. Вроде техники там и там одинаковые применяются, и вот все размыто. Есть какие-то полюса совсем крайные, где это условно можно назвать, да, что это коучинг, что это терапия, но все очень размыто и неопределенно. Нет, мы считаем, что очень четкая граница есть. И эта граница как полоса, вот в данном случае, да, это полоса, за пределами которой уже однозначно можно сказать, что это коучинг или это терапия. Это можно почувствовать, увидев какой-то отрывок сессии. Ну, конечно же, как у любого вида помогающей деятельности, потому что все-таки это, во-первых, вид деятельности коммуникативной, это помогающая другому человеку или другим людям, конечно же, у них есть что-то общее. Это человек, это психические и физические процессы, происходящие в человеке, физиологические процессы, происходящие в человеке. То есть, да, объект одинаковый, одинаковый способ работы, то есть это в основном коммуникативный. И, конечно же, естественно, это приводит к тому, что есть пересечения. Но пересечения, они ограничены. То есть вот в данном случае вот это так проиллюстрировано. При этом, если клиент приходит в коучинг и вот формулирует свой запрос таким образом, что непонятно, как лучше этот решать вопрос, запрос в коучинге или в терапии, то становится крайне важным процесс контрактования и процесс согласования, что он понимает под коучингом и как мы можем удовлетворить его потребности и его ожидания. Потому что человек, скорее всего, пришел в коучинг не просто так. У него есть, значит, какое-то понимание, что он из себя представляет. Иначе бы он пошел в терапию, в консультирование, к наставнику, к ментору, к эксперту какому-то и так далее. Значит, у него уже что-то есть. И очень важна сверка. И в процессе этой сверки как раз и должно произойти то, что либо мы выравниваемся в понимании, что такое коучинг, мы говорим клиенту, объясняем вот как раз с помощью определения, которое дано выше. Это не должно быть какой-то длинной речью, какой-то очень насыщенной метафорами, теориями, философией. Потому что это не даст ему четкого ответа. Он запутается в этом и не сможет понять все-таки, о чем это. И лучше оставаться в этом коучинге с этим специалистом или уйти к другому коучу, который более четко это определит и так далее. Если его не устраивает это, если, опять же, запрос не трансформируется, запрос, который может звучать как очень терапевтическим, например, что значит терапевтический запрос? Я хочу изменить свое эмоциональное состояние. Я хочу изменить свое поведение. Не действия, да, какие-то отдельные действия, там, организационного характера, управленческого характера, творческого характера, а именно вот поведение. То это, конечно же, какие-то внутренние изменения. Речь идет об эмоциях. Эмоции — это внутренние процессы. Да, там тоже есть цели, да, то есть цели внутренние, внутренних изменений. Если это поведение, конечно же, это тоже внутреннее что-то. Если это мысли, но проблемы какие-то связанные с мышлением человека, и человек это осознает, что у него вот что-то вот с мышлением, что его не устраивает, там негативные какие-то мысли появляются и так далее, руминации и прочее, то однозначно либо в процессе этого контрактования, выравнивания по пониманию, что такое коучинг-терапия, произойдет это выравнивание, и клиент скажет, хорошо, я сформулировал этот запрос по поводу эмоций, изменения эмоционального поведенческого состояния, когнитивного состояния, но мне важно скорее вот это не изменение внутреннего состояния, мне это важно сделать для того, чтобы достигнуть чего-то, каких-то изменений внешних. И эти внешние изменения должны быть не постоянные, какие-то там длящиеся месяцами, годами, всю жизнь, а это изменение должно быть локализовано какой-то конкретной ситуации. И очень просто оценить, локализованы они или нет, если человек может поставить цель, цель на ближайшее, не очень далекое будущее, вот если он сможет поставить цель, значит это ситуативная цель, значит это изменение в какой-то конкретной ситуации, которая для человека очень важна, более важна, чем внутренние изменения. И, конечно, для этого инструментария терапии – это нужно, потому что, конечно, изменения должны быть и внутренние. Но многие цели внешние можно достигнуть не только изменениями внутренними, но и большим количеством внешних изменений, большим количеством разнообразных решений в нашем достаточно насыщенном мире с большими возможностями, разнообразными источниками ресурсов и так далее. И поэтому недостаточно только сфокусироваться на изменениях внутренних. Нужно помочь клиенту сфокусироваться на внешних изменениях и на том, какие можно внешние ресурсы привлечь, как воспользоваться какими-то аспектами ситуации, как найти решение, оптимальное решение для достижения цели в конкретной ситуации. И тогда формируется очень простое изображение метафорическое в виде зданий коучинга и зданий терапии. Если мы посмотрим на правую часть терапии, начнем с нее, то там основное – это психологические изменения, это внутренние изменения. И, соответственно, применяются инструменты. Инструменты, которые в первую очередь направлены на внутренние изменения, на изменение поведения. И поведение, так сказать, такого не конкретно ситуационного характера, а, скажем, ситуации, которые повторяются из раз в раз. Или даже вне ситуативного изменения, когда в очень разных ситуациях, в очень разных жизненных моментах происходит одно и то же дисфункциональное поведение. Терапия для человека важна не только внутренние изменения ради внутренних изменений, а чтобы эти внутренние изменения дали какие-то и внешние изменения в материальном мире. Поэтому, конечно же, есть цели, которые выходят за рамки внутренних целей. То есть изменение тревожности по определенной шкале, там БЭК или других, изменение депрессивного состояния тоже по каким-то шкалам, а какие-то внешние. Что я начал выходить на улицу, я стал больше выступать на людях, меньше чего-то бояться и так далее. То есть с конкретными ситуациями, когда это произошло. Поэтому, конечно, в терапии тоже присутствуют вот эти две другие колонны, эвристические и фасилитационные. По сути, фасилитация – это облегчение, процесс облегчения каких-либо процессов для человека. И в терапии есть фасилитационные тоже методы, даже сама вот эта модель SMART, собственно, психологам, насколько я знаю, была сформулирована. И SMART является элементом фасилитации, по сути, да, это вот то, что называется цель формулирования. Но также есть эвристическая, конечно же, составляющая, как эвристика с точки зрения осознания, то, что происходит внутри тебя, процессов, которые происходят внутри тебя, да, такого инсайта по поводу себя. Но также и инсайтов, открытий по поводу того, что происходит вовне. Поэтому вот сократический диалог, значит, направляемое открытие – это эвристика. Но эвристика, как правило, опять же, сфокусирована больше на внутренних каких-то, да, переосмыслениях, инсайтах, чем на внешних. Что в случае коучинга? В случае коучинга психологическая составляющая, она не несущая данную конструкцию, да, не представляет какой-то несущей роли. То есть без нее можно обойтись, да, в принципе, сформулировать цель, распланировать, да, как бы расставить шаги, как ее будем достигать, найти способы эвристические, уже способы, которые связаны скорее не с внутренними инсайтами по поводу себя, а с внешними инсайтами, как воспользоваться ресурсами, как их найти, кому обратиться, какие навыки для этого нужны, как свои сильные стороны определить в данном конкретном случае. Поэтому эвристика здесь такой внешний характер имеет, и фасилитация также это уже на достижение целей каких-то амбициозных, значимых в конкретных ситуациях. И вот эти две колонны несущие. При этом фасилитационная колонна, конечно же, основная. Психологическая же колонна, она является сопутствующей. Поэтому когнитивно-поведенческий коучинг — это коучинг в скобочках с использованием когнитивно-поведенческого подхода. То есть ключевое значение все-таки коучинг. И большая часть сессии, сессии и клиентов будут, клиенты, с которых достаточно знаний фасилитации, техник фасилитационных и техник эвристических. Но бывают барьеры, психологические барьеры, которые невозможно преодолеть, и это становится очень быстро понятно, когда человек начинает ходить кругами, когда не может найти решения какие-то без психологического вот этого вот блока, который лучше всего использовать из терапии, потому что там как раз очень хорошо изучено и исследовано, как эти блоки психологически преодолевать. Тогда привлекаются какие-то методы, техники, приемы психологического характера из, в данном случае, подхода когнитивно-поведенческого. Если это будет не когнитивно-поведенческий коучинг, а там гештальт-коучинг, изистенциальный коучинг, психоаналитический коучинг, то, соответственно, идет обращение к другим видам терапии и к другому набору техник, концептуализации в том числе и так далее. Важно понимать, что это не основная колонна, и то, что мы, как коучи, здесь обязаны выступать с точки зрения принципа минимальной необходимой достаточности. То есть, если можно обойтись без психологической составляющей, без всяких вот этих вот техник, то лучше без них обойтись, если человек в состоянии решить свою задачу, ситуацию только с помощью эвристики и фасилитации. Так, и очень простое определение, если его выстраивать с точки зрения цели, то психотерапия, основная цель, внутренняя все-таки, опять же, основная. Да, конечно, есть сопутствующая, но основная цель – это преодолеть проблемы с эмоциями, поведением, мышлением. Вот это терапевтическая цель. Консультирование – основная цель. Уже не терапевтическую, уже не лечить человека, а помочь ему преодолеть барьеры в деятельности, в жизни деятельности его. Но тогда, когда человек понимает, что основная проблема в его внутренних каких-то аспектах психологических, то есть тогда получается, что внешние изменения не произойдут, пока не произойдут изменения во внутренних психологических моментах человека. И человек это осознает и понимает, но при этом не считает, что у него какое-то расстройство, и по факту, скорее всего, его и нет. Поэтому он приходит, конечно же, решить какую-то задачу жизненную, профессиональную, но, так сказать, с пониманием, что что-то придется, какие-то изменения производить в своей психике. Коучинг же – основная цель – это определить и достигнуть свои конкретные цели. И, конечно же, с пониманием, что что-то есть внутри, что мешает их преодолеть. Но это лишь одни из причин, если это говорить про психику. И важно, конечно же, цель. Все время употребляем слово «цель». Цель с нашей позиции – это осознанный, конкретизированный образ желаемого результата. Все очень просто. Но при этом он может быть и как объект, и как состояние, и как процесс. И что очень важно, что цель должна быть своя. Чтобы цель была своя, она должна быть согласована с возможностями человека, ресурсами его, с его ценностями и личностным смыслом. Вот тогда это будет своя цель. Дальше хочется сказать о том, в чем специфика нашего подхода, нашего видения коучинга. Она в том числе и в том, что мы не считаем – и здесь такой этический вопрос, он мою затрагивает, так сказать, ценностную и смысловую сферу. Мы не считаем, что мы вправе отказывать людям по какой-либо причине, какой бы она ни была, в том, чтобы человеку предоставить эту услугу коучинговую. То есть если человек к нам пришел, то единственное, что мы должны с ним сделать, это сделать правильный процесс контрактования. Согласовать, понимает ли, что мы можем как коучи ему предоставить, что мы можем предоставить ему как когнитивно-поведенческие коучи. И если он понимает и согласен на это, то дальше происходит процесс цели полагания и цели достижения. Если человек в состоянии поставить цели, внешние цели, то коучинг состоится. Если он не в состоянии будет сформулировать эту цель, ограниченную какой-то ситуацией или каким-то набором ситуации, то сам клиент поймет, что коучинг ему не помогает. И тогда самым лучшим результатом коучинга будет это осознание, вот он будет этот результат, что ему нужно обращаться к какому-то другому специалисту, потому что это вопрос не цели, полагания и цели достижения внешних каких-то моментов, а это скорее цели, полагания и цели достижения внутренних изменений. И понятно, что внутренние изменения в психике, в здоровье, это обращение прежде всего к консультантам, психологам, если это психические изменения, Или к терапевтам, если это психические и физические какие-то изменения. Поэтому человек пришел, мы не вправе проводить диагностику, потому что как только мы будем думать, что вот этому клиенту мы откажем, потому что его надо направить в терапию, потому что у него какое-то просматривается расстройство, а этого клиента мы возьмем. Я считаю неэтичным говорить клиенту без основательных оснований, без проведения диагностики о том, что ему надо идти к терапевту или что ему надо идти еще кому-то. Весь коучинг заключается в том, что ответ находит сам клиент, в том числе и эти ответы. Поэтому мы делаем контрактование, согласование. Это первая стадия, на которой либо клиент остается, либо он уходит сам. Ну или мы не соглашаемся, если у него ожидание не соответствует нашим возможностям и формату коучинга. Либо это очень быстро, поверьте, проясняется буквально за одну сессию, что человек просто не может. Это не то, это не дает ему того результата, который он ожидает. Вот. Ну, собственно, все. Если говорить о том, что я вот слышу от некоторых когнитивно-поведенческих коучей, что «не навреди». Ну, конечно же, «не навреди» — это общая такая фраза, которая не только к врачам относится, она относится вообще к любому виду деятельности. Это понятно. То есть приноси благо другому человеку и знай свои границы. Но если говорить о границах, то между терапией и коучингом, то вот, например, мы сейчас видим вот два таких, две таких книги. Первая книга — это «Психология коучинга для ментального здоровья». И вы видите, что здесь «Bodyline Personality Disorder», то есть пограничные расстройства. И при этом достаточно известные авторы, редактор здесь Стивен Палмер, который в целом это направление сейчас, мне кажется, лидирующим является человеком в направлении психологии коучинга. И в этом пособии, соответственно, рассказано о том, как коучинг реально помогает, да, реально помогает людям с такими расстройствами. Дальше справа мы видим, да, вот тоже, пожалуйста, СДВГ, да, кажется, физическое, психическое такое состояние, расстройство. И при этом коучинг как-то помогает. Важно, чтобы человек, конечно, при этом специализировался не только в коучинге, но еще имел психологическое образование. То есть коучинг можно проводить, да, если ты обладаешь, ну вот даже с людьми, у которых серьезное расстройство, если ты обладаешь необходимыми навыками и знаниями в этой области, помимо коучинга, да. Здесь важно понимать, что коучинг не заменяет терапию, и коучингом не лечат ни ПРЛ, ни СДВГ. Коучинг идет как нечто дополнительное для того, чтобы человек жил полноценную, счастливую, радостную жизнь, достигая цели. И достигая цели. Да, поэтому те люди, которые говорят, что коучинг не лечат, они правы, но коучинг может быть хорошим сопровождением и дополнением. Абсолютно. И мы не вправе отказывать таким людям, просто потому, что у них какое-то расстройство, потому что, с моей точки зрения, это этически очень некорректно. Да, это, по сути, является дискриминацией человека по принципу его какого-то там психического состояния. Так. И тогда, что в основе, да, как мы сказали, с опорой на когнитивную модель. То есть знание о мышлении и поведении с опорой на когнитивную модель. Это как раз отличие когнитивно-поведенческого коучинга от других видов направления коучинга, школ коучинговых. В нашем обучении, в нашей методологии вот когнитивная модель, понимание усвоения этой когнитивной модели занимает ключевую позицию. То есть мы вот в процессе обучения на все смотрим через призму когнитивной модели. То есть мы объясняем, что такое фасилитация. И поверьте, это возможно показать на примере когнитивной модели, что происходит в процессе фасилитации в виде вот этой модели. Какие изменения с мыслями, с поведением, с эмоциями. Мы объясняем коуч-позицию, исходя из когнитивной модели. То есть какие у коуча должны быть мысли, какое поведение, какие эмоции, как это все взаимосвязано для того, чтобы оставаться в этой коуч-позиции. Мы объясняем, как эвристика происходит тоже с помощью когнитивной модели. И, конечно же, когда так, то есть когнитивная модель является связующим как раз вот этим вот звеном всей этой методологии, то она усваивается. То есть усваивается как и в процессе обучения, так и при усвоении легче передается клиенту. То есть вот этот вот процесс передачи когнитивной модели мы считаем очень важным итогом когнитивно-поведенческого коучинга с клиентом, что мы в какой-то степени должны это передать, делегировать клиенту. Говоря о системообразующем элементе, помимо когнитивной модели таковым можно считать процесс концептуализации. Концептуализация — это, по сути, понимание того, что происходит с клиентом. И при этом понимание, которое формирует сам клиент для себя же. То есть он понимает, что с ним происходит, и мы как коуча понимаем, что с ним происходит. Это то, что показывается клиенту по принципу когнитивно-поведенческого подхода, что мы делегируем все, мы делимся всем, мы фактически делаем из клиента когнитивно-поведенческого терапевта самому себе, а в данном случае коуча самому себе. Поэтому эту карту мы как топографы заполняем за клиентом, используя его слова, его формулировки. Но обращаем внимание на определенные важные моменты, понимая, осознавая которые, у клиента происходит когнитивная и поведенческая реструктуризация. И благодаря тому, что это представляет из себя какую-то систему, принцип заполнения этой когнитивной модели, то и обучение мы выстраиваем так, что по очереди проходим каждую из этих полей, частей и показываем, как они взаимосвязаны друг с другом. И в дальнейшем это является в том числе инструментом для того, чтобы фиксировать то, что говорит клиент, для того, чтобы потом на основании этого сам клиент проводил рефлексию, использовал это в дальнейшем, чтобы это осталось ему на всю жизнь фактически, да, потому что мы это пересылаем клиенту, предоставляем. И в том числе для нас это инструмент тактики и стратегии. Чего не хватает коучинга во многих случаях, это построение тактического и стратегического плана нескольких сессий. А вот как я вот по своему опыту обучения коучинга в одной из коучинговых школ, вот коучинг напоминал, так сказать, каждый раз, как будто вот с самого начала все начинается, да, то есть сессия закончилась, через неделю встречаемся с клиентом и снова его спрашиваем, о чем ты хочешь поговорить сейчас, как будто начинаем с чистого листа. И понятно почему, потому что, конечно же, с одной стороны мы должны узнать, что для него актуально в данный момент, но с другой стороны, потому что, а как мы осуществим преемственность, как мы вспомним, поможем клиенту вспомнить и себе, вспомнить, а что было, какой результат был в прошлый раз, какая информация была осмыслена, осознана, переосмыслена, какие инсайты произошли. И чтобы структурированно поделиться этой информацией, ее зафиксировать, вот можно использовать это как инструмент фиксации данной информации, полученной клиентом. Особенности обучения коучингу. Современное понимание обучения — это то, что оно должно быть активным. То есть обучение — это не когда вы сидите и что-то слушаете в виде видеозаписи, в виде текста, в виде лекции. Вот такое обучение, оно очень и очень малоэффективно. Поэтому обучение — это процесс, и при этом процесс активный. Что значит активный процесс? Активный процесс — это то, что, конечно же, какую-то информацию сначала вы воспринимаете пассивно, так сказать, да, пытаетесь ее переосмыслить. Но после вот этого процесса получения информации, попытки его переосмысления, необходима попытка использования этой информации в деятельности. То есть, да, знания без практики мертвы. Практика без знаний, да, она бессмысленна, бесцельна и тоже неэффективна. Поэтому эти вещи должны быть взаимосвязаны. Поэтому очень важно получать теоретические знания, да, и сейчас вот этих теоретических знаний и вообще информации огромное количество. Достаточно открыть интернет, миллионы книг, видео в Ютубе, все это можно прекрасно смотреть, познавать до бесконечности, даже в каком-то системном виде, да, сейчас можно скачивать курсы, проходить их онлайн без контакта с преподавателем. То есть, это все можно делать, но пока вы не начнете практиковать, причем практиковать не просто, а под супервизией, да, с участием кого-то, кто уже обладает опытом и знанием, это достаточно малоэффективно. Поэтому всегда, да, сначала обучение, потом перенос в практику, потом в результате вот как раз первой практики вы понимаете, что что-то непонятно, чего-то не хватает, вы снова обращаетесь к тем же материалам, возможно, еще раз их перечитываете, пересматриваете и дальше уже реализуете это в непосредственной деятельности, ну вот прям максимально приближенной к реальности. То есть, с каким-то клиентом, с другими студентами пробуете это целостно реализовать. И только тогда вот эти знания, они проходят трансформацию и закрепляются, и вы переходите на новый уровень владения материалом, приобретаете уже не просто отдельные навыки каких-то техник, но уже компетенции как комплексы навыков взаимосвязанных. То, что вы видите, коллеги, у себя на экране, это некий золотой стандарт корпоративного обучения, которое точно в плане практик, в плане разработок, исследований идет впереди всех остальных. И то, что вы видите, это взято из шесть дисциплин прерывного обучения Роя Поллока, у которого я имела счастье проходить обучение напрямую, лично, и Рой Поллок для разработчиков образовательных решений, это все равно, что Айрон Бэк для когнитивно-поведенческих коучей. И что здесь еще важно показать и рассказать, что вот вы сейчас видите некий полный путь, который называется полный опыт обучения, но настоящее обучение начинается после того, как вы выходите из учебного класса со всеми его составляющими. И когда вы выбираете обучение, есть смысл смотреть на сам процесс, как он выстроен, сколько практик, сколько теории, потому что, да, как сказал Андрей, ну это некое безумие платить за то, что вам будут вслух озвучивать книги, которые вы можете сами прочитать. Вопрос, сколько будет практики, вопрос, как она устроена, еще немаловажный вопрос, это у кого вы учитесь. И, наверное, один из главнейших вопросов, это какая есть в целом экосистема, потому что обучение такое условно, да, в кавычках в классе, это лишь часть обучения. Вот настоящая жизнь начинается после, когда та организация, которую вы выбираете, когда она вас выпускает, что она делает после для того, чтобы вас поддерживать, для того, чтобы вы давали обратную связь о том, что получается, что не получается, возможно, какие-то есть методологические моменты, которые захочется обсудить. И как, самое главное, вы будете поддерживать связь в отношении того, какие изменения происходят в той методологии, в том подходе, которому вас обучили. То есть это некая сервисная служба, скажем так. На это тоже, на мой взгляд, есть смысл обращать внимание, когда вы выбираете для себя обучение. Спасибо. Так, Ксения, спасибо огромное. Да, действительно, это важная часть. Условно можно немножко, конечно, преувеличить, но настоящее обучение начинается тогда, когда обучение заканчивается. Вот формальное обучение, да, в виде, скажем, этого курса, модуль и так далее. И вот когда это настоящее обучение начинается, очень важно, чтобы кто-то был рядом с вами и были какие-то ресурсы, возможности продолжить фактически это обучение. Хорошо. И сейчас мы говорим о ближайшем курсе, который стартует 2 апреля. Это интенсив. Интенсив означает то, что вам придется интенсивно достаточно обучаться, овладевать большим количеством навыков, информации и в сжатом виде не пропуская, там, стараясь не пропускать занятия. То есть, по минимуму их пропускать. А здесь не получится, так сказать, расслабиться, вот, что-то там почитать долго с большими промежутками, когда можно догнать и так далее. То есть, стоит идти вот на этот интенсив, понимая, что у вас есть для этого ресурса, возможности, время, и вы готовы, да, вот так вот интенсивно заниматься. Соответственно, это примерно полтора месяца, чуть больше полутора месяцев, два раза в неделю по два с половиной часа в вечернее время с 7 до 9.30 вечера. И как вот реализуется то, что выше было сказано, что у нас теория вся вынесена в пририд, но в пририд она вынесена не в виде чего-то очень большого и сложного, а в виде, как правило, 15-страничного материала с иллюстрациями, со схемами и с очень лаконичным изложением минимального количества, самого минимального количества теории, которое необходимо для вхождения в практику. Потому что теории по поводу коучинга и когнитивно-поведенческого подхода просто невероятное количество. Можно читать годами, так сказать, всю жизнь читать и все это не перечитать. И все это будет казаться, что очень интересно, важно и действительно чем-то помогать. Но все это читая, вы все равно не сможете осуществлять эту деятельность. Все-таки это все не для того, чтобы понимать, что такое коучинг, когнитивно-поведенческий подход и потом обучать кого-то, передавать это в виде знаний, а это для того, чтобы практиковать коучинг. И там неважно знать, да, там историю коучинга, например, потому что, ну что она даст, как она вам поможет, так сказать, в работе с клиентами. Ну для общего, конечно, мировоззрения хорошо бы знать историю, хорошо бы знать, что там в других школах коучинговых происходит, какие разные взгляды на коучинг есть, ну как это вам поможет в конкретной практике. Возможно, конечно, как это поможет, но, наверное, не в той степени, как может помочь какая-то система, схема, согласно которой вы будете работать, какой-то алгоритм, какой-то набор практик, которые в этой системе можно использовать. Как я всегда говорю, портфель, да, то есть мы даем портфель с определенной организацией ячеек, кармашков и по одной технике, чтобы положить в каждый из этих кармашков. Но техник огромное количество, то есть сотни тысяч и в коучинге, и в когнитивно-поведенческом подходе. Дальше ваша задача посмотреть на этот портфель, понять, почему именно так эти расположены кармашки, почему именно так удобнее этим пользоваться с нашей точки зрения, и либо переделать под себя этот чемоданчик, но самое главное насытить его уже техниками, которые вам нравятся, которые вам подходят, которые для ваших клиентов больше подходят. Вот, но сложно создавать самому портфель, да, это достаточно сложный процесс, и очень сложно подобрать какие-то ключевые техники, на которых можно минимально проводить эти сессии. Чтобы вот это подобрать, как раз и надо прочитать огромное количество литературы, посмотреть все эти техники, выбрать из них самые лучшие, так сказать, которые будут минимально необходимыми и достаточными. Вот этот процесс, по сути, мы сделали за вас, да, то есть за тех, кто будет этому обучаться. И мы не хотим, да, вам передавать вот эти вот книги и предлагать, что с самого начала вы, пожалуйста, собирайте сами эти чемоданчики, организуйте их, как хотите, и так далее. Мы вот вываливаем вам всю информацию, даем все возможности, вы занимаетесь этим сами, потому что как раз это и сложно. Вся эта информация есть, и мы можем ей поделиться свободно, абсолютно бесплатно. Считаем, что сейчас именно так и происходит в мире. Пожалуйста, есть канал, да, «Психология коучинга», где уже больше 20 видео часовых, да, каждый из них по часу длится, где очень много тоже и техник, и теории, и так далее. Вы можете совершенно бесплатно это смотреть. Мы можем выслать вам списки литературы, которые вообще на данный момент имеются по когнитивно-поведенческому коучингу, по психологии коучинга. Пожалуйста, читайте, это абсолютно все бесплатно, и нам кажется, что так правильно подходить. Вот, но вот очень минимальный чемодан с удобным расположением кармашков и с минимальным количеством техник – это то, что мы в состоянии дать за это очень ограниченное время, потому что на самом деле, ну, вот, да, серьезно овладеть какой-то профессией нужно, ну, минимум год с еженедельными занятиями. Здесь это интенсив, он помогает уже начать осуществлять этот коучинг на минимально достаточном хорошем уровне. Вот, но дальше вы совершенствоваться сможете уже сами трансформировать чемоданчик, наполнять его дополнительными техниками и так далее. Ну, и в дальнейшем мы, конечно, тоже планируем курсы и углубленного изучения, да, продвинутый курс, и супервизорский курс и так далее. Это точно будет. Что еще здесь хочется отметить? Хочется отметить то, что это направление когнитивно-поведенческому коучингу, оно только зарождается. Сейчас, ну, мы, по сути, единственная организация, да, которая предлагает такое обучение, которая предлагает сертификацию и удостоверение. Вы будете одними из первых сертифицированных коучей, сертифицированных в когнитивно-поведенческом подходе, и, соответственно, об этом можете заявлять и в социальных сетях, и в продвижении своих услуг, да, о том, что вы отличаете, что вы не то, что называется самопровозглашенный когнитивно-поведенческий коучинг, а именно сертифицированный. То есть на этом можно в какой-то степени построить свое продвижение, да, как специалиста, свою сильную сторону, да, то есть вот опереться на эту сильную сторону. И здесь же надо сказать, что, да, если у вас есть коучинговое образование и сертификат коучинговый, неважно в какой школе, если, ну, это должно быть, конечно же, минимум 155 часов. Все, что меньше 155 часов в коучинге, да, это я не считаю вообще, да, каким-либо, это знакомство. И когнитивно-поведенческий подход, который тоже должен быть не меньше 200, там, часов. Вот если взять это все вместе, то действительно вы можете считать себя когнитивно-поведенческим коучингом. Но тогда встает вопрос, а как вы будете оценивать, насколько вы эффективны когнитивно-поведенческий коучинг? Это можно только оценить и с помощью супервизии, с помощью обратной связи от клиентов и с помощью использования шкалы компетенции. И здесь вы попадаете в зону абсолютной неизвестности, потому что, значит, вы оценить это не сможете, поэтому будете находиться в неком состоянии, да, такой неизвестности, в состоянии неприятно, что вот, ну, непонятно и неприятно, да, осознавать, что, как бы, никто меня оценить не может, я себя тоже, наверное, как бы, да, субъективно буду оценивать. Вот, и обратная связь от клиентов, она может быть весьма настораживающей, негативной. Клиенты могут уходить, и это может привести к серьезному выгоранию, потому что вы будете не понимать, почему это происходит. Если вы готовы столкнуться с такой фрустрацией, и вы ее выдерживаете, и у вас все получается, если негативных отзывов, уходов клиентов меньше, гораздо меньше, чем позитивных отзывов и клиентов, то тогда, наверное, нет смысла даже идти и обучаться, надо продолжать, так сказать. Значит, у вас своя уже концепция, своя методология в голове сложилась, и замечательно, так сказать. Но если все-таки эта фрустрация возможна, если она происходит, то лучше все-таки обратиться вот к обучению, где будет и вот супервизия, и интервизия, и будет возможность поделиться своими кейсами, получить обратную связь уже от других коучей когнитивно-поведенческих и от преподавателей, у которых большой опыт, те, которые посвящают, по сути, этому направлению всю свою деятельность профессиональную. Поэтому то, что вот мы говорили, что обучение только начинается, когда вы заканчиваете обучение на курсе, в нашем случае мы продолжаем поддержку. То есть у нас есть клуб выпускников, который на еженедельной основе вот до сих пор, каждую неделю практически, мы встречаемся с теми, кого выпустили, да, и проводим с ними сессии, разбираем. Каждый может с реальным клиентом, которых мы приглашаем, провести эти сессии, получить обратную связь от нас, как от преподавателей-супервизоров, и обратную связь от других коучей. Поделиться чем-то, обсудить. То есть это нечто, напоминающее интервизию и супервизию одновременно. Такая групповая супервизия и интервизия в одном формате. Вот это пространство, где вот как раз вы продолжаете, имеете возможность продолжить свое обучение и становление в качестве профессионала. Поделиться с коллегами, как это происходит, в том числе и какие-то моменты наставничества получить. На данный момент уже больше 20 таких встреч у нас прошло, потому что у нас сейчас три уже потока выпущены на втором модуле. Да, это больше 40 человек. И вот сейчас третий модуль, да, сейчас идут занятия, будет тоже первый выпуск уже третьего модуля. Поэтому мы будем продолжать эту практику. Более того, мы будем ее расширять, расширять в интервизионном плане и проводить интервизию когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, да, в том или ином формате. Мы будем организовывать и супервизии, и, возможно, еще какие-то дополнительные форматы для того, чтобы у вас как раз была возможность продолжать это обучение на уже такой нерегулированной основе, но по мере вашей необходимости. Вот. Значит, интервизии и супервизии мы можем проводить, с нашей точки зрения, только тогда, когда есть методология. Если эта интервизия проводится без опоры на какую-то методологию, то есть, так сказать, интегративно, так сказать, я не знаю, междисциплинарно, межмодально, да, и так далее, с нашей точки зрения, эффективность этой интервизии, она есть, конечно, безусловно есть, но она значительно меньше, чем интервизия и супервизия с опорой, с фокусировкой на какую-то конкретную методологию, систему, принципы, да, и инструменты для того, чтобы действительно дать качественную обратную связь, структурированную обратную связь. Такова наша позиция. На данный момент с ней можно согласиться, не согласиться, возможно, мы ошибаемся, но мы в это верим, и мы видим, и можем обосновать, почему это именно так. Значит, по поводу выбора все-таки обучения, если у вас такой выбор есть, то мы предлагаем обратить очень пристальное внимание на то, посчитать буквально, какое количество практических занятий в этом обучении. Потому что вот пририды, там, я не знаю, еще какие-то дополнительные сопутствующие материалы, там, система дистанционного обучения, это то, что может использоваться, да, подготовиться и дальше использоваться беспроблемно, там, бесконечное количество раз, да, с разными группами обучения, но самое все-таки значительное продвижение в овладении навыками и знаниями, оно происходит вот в непосредственном взаимодействии с преподавателями и в группе. То есть то, что можно назвать условно очным, да, присутствуем очной работой. Поэтому посчитайте это количество часов, когда именно очно работает преподаватель с вами в группе, там, индивидуально, как угодно. При этом в нашем обучении мы ограничили группы 20 человеками. Мы считаем, что больше 20 человек обучить практической деятельности достаточно сложно, даже используя какие-то очень эффективные приемы, методы и так далее. И на каждом из этих занятий у нас присутствует два преподавателя всегда. Опять же, это дополнительный плюс, потому что вы видите все-таки разные точки зрения, несмотря на то, что у нас одна методология, все равно мы под разными несколько углами ее рассматриваем, и вы получаете, ну, что, нечто большее, да. Плюс, конечно же, большее количество внимания уделяется каждому из вас в процессе этих семинаров, этих занятий. Вот. Такие моменты, на которые хочется обратить внимание, и исходя из которых вы можете выстроить тоже тактику выбора. Результаты курса. Значит, мы считаем, что на этот курс, о котором сейчас говорим, который стартует со 2 апреля, можно пойти с разными целями. Можно пойти с целью просто познакомиться с тем, а что это такое, что такое коучинг, познакомиться с тем, что такое когнитивно-поведенческий подход, потому что вы однозначно получите достаточно глубокое понимание, что это такое, да, что такое когнитивно-поведенческий, и что такое коучинг. И вы получите понимание, что такое когнитивно-поведенческий коучинг, как эти две части могут интегрироваться друг с другом. При этом, если вы психолог, то, конечно, вы обогатите свой опыт коучинговыми инструментами и коучинговым стилем работы. и сможете использовать какие-то инструменты, какие-то моменты, переходить в стиль коучинговый и работать с клиентом вот такой коучинговой модальностью. Как вы помните, да, два вот круга, они пересекаются в этой зоне, и часто клиенты действительно находятся в этой зоне промежуточной, а значит, там вы будете более эффективно работать как терапевт, если еще и дополнительно используете что-то из коучинга. Также, если вы уже коуч, у вас есть коучинговое образование, то, конечно же, понимание, как происходит терапия, обогащение инструментами терапевтическими и вот этой системой когнитивно-поведенческого подхода поможет вам лучше понять, что происходит с клиентом, когда он сталкивается с барьером, труднопреодолеемым барьером психологического характера. Как его преодолевать системно и достаточно надежно, быстро, потому что КПТ в целом это краткосрочная, ее еще называют краткосрочной терапией. Она быстрая, эффективная, опять же, проблемно ориентированная. Проблема тут имеется в виду барьер, то есть ориентированная на скорейшее и наиболее эффективное преодоление этого барьера. Таким образом, какие бы цели у вас не были, вы терапевт, значит, хотите понять, что такое коучинг и применять коучинговый стиль работы, коучинговые инструменты, чтобы улучшить свою, обогатить практику терапевтическую. Вы коуч и хотите привлекать терапевтические инструменты, терапевтический стиль работы даже, да, для того, чтобы быстрее клиент преодолел сложные вот эти барьеры психологического характера. Либо вы не знакомы ни с коучингом, ни с терапией. Хотите просто познакомиться, чтобы сделать вывод, заниматься ли дальше коучингом, идти ли получать образование в КПТ и вообще в психологии. То есть это вам даст вот какое-то такое понятие, и дальше вы сможете принять решение. Почему мы сделали это в виде модульной системы, а не какого-то длинного образования, образовательного процесса полугодового-годового? Потому что мы понимаем, что это что-то новое, что это то, что только выходит сейчас на рынок. Еще неизвестно, как откликнутся клиенты, да, с нашей точки зрения очень хорошо откликнутся, есть большая потребность именно в таком варианте коучинга. Но это пока некоторая неизвестность. Поэтому мы постарались максимально, насколько только это возможно, облегчить вход, да, и облегчить возможность выбора, да, чтобы вы попробовали, попробовали затем найти клиентов, как-то провести эти сессии и принять дальше решение о том, остаетесь вы в этом или не остаетесь, не потратив очень большое время, очень большие ресурсы, очень большие деньги на это. Поэтому мы предлагаем попробовать за полтора месяца окунуться в это с ограниченным количеством времени, вот, и потраченных других, в том числе, финансовых ресурсов, и дальше сделать этот выбор. Ну, стартует, да, обучение 2 апреля, при этом 2 апреля — это организационная встреча, которая длится полтора, максимум два часа. И на этой организационной встрече для чего она делается? Для того, чтобы участники познакомились друг с другом и получили первый прилет, и имели время, чуть меньше недели, да, для того, чтобы к первому занятию уже его прочитать. Вот, то есть первый реальный семинар практически будет 9 апреля. И тогда будет дальше уже, получается, четвертый модуль, завершающий, на который вы можете пойти или пойти дальше, если вам нужен первый, да, то есть, ну, вот, первый модуль психологии коучинга, то дальше закончить его. Вот, то есть тут мы, опять же, мы стараемся сейчас максимально гибко поступать, индивидуально поступать, да, чтобы каждый из вас смог пройти это обучение. Сейчас такая ситуация, да.